Планета дзюдо Я хочу сказать, что мое личное желание, которое я хочу проецировать на всех, это то, чтобы такой день или понимание самого принципа дзюдо было постоянно, ежедневно. Чтобы не было такого дня в нашей жизни, как один раз в году. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что дзюдо, как философская концепция мировоззрения человека на мир и себя в этом мире, оно было постоянным. То есть то слово сочетание, как мягкий путь, как переводится в простой форме слова дзюдо. Наше мировоззрение на окружающий мир с точки зрения мягкости его восприятия, с точки зрения такого понятия, как не навредить. То есть это все, на мой взгляд, именно заложено в этом слове дзюдо. С точки зрения, опять-таки, я не говорю сейчас о всем известном так называемом виде спорта, олимпийском виде спорта дзюдо. Я говорю о мировоззрении человека, мировоззрении человека с точки зрения философии дзюдо. Поэтому хочу пожелать всем попробовать ощутить и осознать, что все-таки, возможно, есть что-то большее, чем просто олимпийский вид спорта. А возможно, даже я скажу больше, что давайте не будем путать слова и не будем переворачивать понимание тех или иных слов. И если мы будем немного внимательно смотреть на определенные вещи, то нам, как мне кажется, точнее, я даже уверен в этом, исходя из своего опыта, будет открываться больше понимания того или иного жизненного процесса. И все, кто практикует боевые искусства, практикует любые другие искусства, просто люди, которые чем-то заняты в своей жизни, какой-то деятельностью, будь то просто дети или школьники, студенты, рабочие, пенсионеры. Будьте такими соответствующими вот такому принципу мягкости. И приведу небольшой пример, опять-таки, это не я придумал, а просто где-то в книжках вычитал, что вода, по сути своей, мы на нее смотрим, она такая мягкая, рука спокойно туда опускается, нет никакого такого сильного сопротивления. Она течет легко, непринужденно, изгибаясь, извиваясь, везде может проходить, но в то же время у нее такая сила, такая мощь, такая энергетика, что нет ничего, что могло бы остановить воду. И все на земле, основа всего на земле, это вода, значит, основа существования всего живого на земле, это мягкость. И если мы будем, ну хотя бы просто немножко внимательно смотреть на это понимание мягкости, то, возможно, мир станет таким, каким он есть, и еще более прекрасным. Так что будьте в дзюдо!